Здравствуйте! Сегодня на уроке мы поговорим об опасностях в наших жилищах и причинах их возникновения. У себя дома мы чувствуем себя в безопасности от опасностей города. Но мы никогда не задумываемся о том, что наш дом, наша крепость иногда может таить в себе очень много опасностей. Наша невнимательность, рассеянность, пренебрежение правилами безопасности, халатность строителей, электриков — любая из этих причин может стать опасностью для вас. Когда, уходя из дома, вы оставляете включенными электроприборы, вы рискуете устроить пожар. Если у вас подтекает кран, может произойти затопление. Открывая дверь незнакомцу, вы рискуете быть ограбленными. Наиболее часто, по данным спасательных служб, происходят следующие опасные ситуации. Пожар. Из-за неисправной электропроводки или электротехники или неосторожного обращения с огнем. Взрыв газа. Из-за утечки или невыключенной плиты. Затопление. Из-за неисправного водопровода или включенной в сети оставленной без присмотра стиральной машины. Одной из распространенных опасных ситуаций в жилище является отравление. Это может быть отравление угарным или бытовым газом. Или отравление химическими веществами. Также в список опасностей входят Поражение электрическим током. Из-за нарушения правил безопасности при пользовании электроприборами и электрооборудованием. Разрушение строительных конструкций в результате землетрясения или взрыва. Захлопывание двери. Из-за забытых дома ключей или утерянных. Мошенничество и кражи. Беспечность взрослых и детей. Бытовые травмы. Мы с вами перечислили почти все виды опасностей в жилище, а также их причины. Давайте вспомним одно из основных правил ОБЖ. У большинства опасных ситуаций есть скрытая причина, которая является результатом нашей невнимательности или незнания. Многие из нас живут в многоэтажных домах. Для удобства многоэтажки снабжены лифтами. Все мы видели и знаем правила пользования лифтами. Но, к сожалению, не все соблюдают их. Пренебрежение правилами пользования лифтом может привести к трагическим последствиям. Так случилось с 13-летним жителем столицы. Школьник решил покататься на кабине грузового лифта. Но этого ему показалось недостаточно. И он решил перепрыгнуть с кабины грузового лифта на кабину пассажирского. В итоге он застрял между этажами. Последствия были трагическими. Привыкая к удобствам, мы обычно совершенно теряемся, когда лифт неожиданно выходит из строя. Тем не менее, лифт — это как часовой механизм, который может неожиданно сломаться. Запомните основные правила поведения при остановке лифта. Во-первых, не пугайтесь. Лифт никогда не упадет, ведь все современные лифты оборудованы специальными улавливателями, которые останавливают лифт, если он начинает двигаться быстрее заданной скорости. Во-вторых, во всех домах на первом этаже и в кабине лифта расположены правила эксплуатации. Не поленитесь, прочитайте их. Инструкции быстро всплывают в памяти, и в нужный момент вы вспомните, что нужно делать. Во многих городах еще работают лифты старой конструкции, в которых двери закрываются только с помощью пассажира. Прежде чем войти в лифт, обязательно убедитесь в том, что кабина перед вами. А зайдя в него, убедитесь, что вы плотно закрыли дверь за собой. А теперь внимание! Самая частая ошибка людей, оказавшихся в внезапно остановившемся лифте, попытка выбраться самостоятельно из него. Не паникуйте! Первое, что вы должны сделать, это вызвать диспетчера, нажав кнопку «Вызов диспетчера». После вызова диспетчера стучите, кричите и зовите на помощь. Взрослые обязательно услышат вас и помогут. Не старайтесь открыть дверь самостоятельно и совершить прыжок, даже если вы считаете себя ловкими и умелыми. Ведь известно множество случаев, когда такие попытки заканчивались трагически. Единственное исключение, когда лифт стоит покинуть немедленно, это пожар в жилище или другая чрезвычайная ситуация. Также в лифтах нельзя баловаться, и тем более нельзя баловаться в шахтах. Нельзя кататься на крыше. В шахте лифта могут находиться только специалисты, и даже они обязательно предпринимают все меры предосторожности. Никогда не заходите в лифт с незнакомыми взрослыми. Соблюдая эти несложные правила, вы уменьшите риск опасных ситуаций в лифте. Сегодня вы узнали о том, что опасности подстерегают вас не только за пределами дома, но и внутри него. Однако, если вы будете бдительны и осторожны, вам ничто не будет угрожать. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok